Давайте с вами начнем с 1 октября, которое вот было буквально вот-вот, в России стартовал призыв на срочную службу. Согласно указу Путина, всего якобы должны призвать 130 тысяч солдат, и традиционно обещают, конечно же, не посылать на фронт в Украину. И в связи с этим интересно следующее. Действительно ли речь идет только о 130 тысячах? Теперь ты называли разные цифры, образы превышающие эту. И какие новые схемы выдумал Генштаб и Абарона, чтобы часть призывников оказалась на фронте? Во-первых, и самое главное, это, конечно, то, что мы видели с вами, так называемый день оккупанта, который был в минувшие выходные, новый праздник, придуманный Путиным. День оккупанта, я не помню, как он называется по-настоящему, по путинскому указу, но день оккупанта – это и есть настоящее название. Вот, например, есть регион под названием Запорожье, регион Российской Федерации, который включен в Конституцию России как российский регион. Простите, пожалуйста, о Запорожье, что оно в России, конечно, нет. Конечно, нет. Но при этом, конечно, солдати, которые будут признаны на службу, они как бы будут на территории Конституции Федерации. Вовсе не на территории, где идет война, не на территории фронта. Они будут как бы вот ДНР, так называемые, ЛНР, так называемые. Это же не война, это же не фронт, это же российские территории. Как это все будет? Но дело даже не в этом. Дело в том, что мы видели с вами удивительное зрелище в конце прошлой недели, а именно огромные очереди в военкоматах. В военкоматах в столицах, в Москве, в Ситере, в крупных регионах. Стояло огромное количество людей. Зачем? В основном, конечно, это были представители работодателей. Знаете, я тоже работодатель. Я работрусь сидящая. Я компания, которая существует в России, зарегистрированная. Я понимаю, например, что у меня есть из моих нескольких десятков сотрудников, у меня, например, есть один потенциальный призывник. И, по идее, я тоже должна стоять была в этой очереди, чтобы меня не оштрафовали. Вот так как штрафов мне довольно много уже, то мне надо наплевать, и я понимаю, что я буду делать. Я не буду платить штрафов. Я не хочу платить штрафы, чтобы они шли на войну и так далее. Но я понимаю людей, работодатели, которые там стоят, чтобы зарегистрировать какие-то свои интересы. Что у нас есть такие, 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 такие призывники. Я не одобряю людей, которые это делают. Но я их понимаю. Я их понимаю. Потому что без этого их закроют. Это, знаете, такой же моральный выбор, как... Я вот сегодня в Зине обсуждаю. Я разговаривала вчера с Алексеем Венедиктовым, вместе встретившись в Берлине. И он мне рассказывал схему, по какой он спасает украинских детей. Как он вывозит их из России назад, возвращает родителей в Украину. И у него есть уже довольно много достижений. Он об этом не говорит. Я не умею, не знаю, имею ли право я рассказать. Наверное, имею, да. Это очень большие компромиссы с совестью, с собой. Он это делает. А я вот слушаю и думаю, а хорошо ли это? Ну вот жизнь любая спасенного украинского ребенка перевешивает все компромиссы. Но компромиссы – зло. И я вот сутки сижу, не могу выбрать, как я к этому отношусь. Вот это, например, то же самое. Вот работодатели, стоящие в очереди и регистрирующие своих работников в качестве призывников потенциальных. Это хорошо или плохо? Черт, это плохо, не стойте, нельзя. Я не стою. И вы не стойте. Нет. Нет, я не стою, но я понимаю, почему вы стоите. Знаете, такая сложная штука. Такая сложная штука. Я готова бросить свои камни в огород Венедиктова и Муратова. Их много у меня в руках, этих камней. Когда я подумаю, они спасли три тысячи детей. Готовы я бросить камень за эти компромиссы. За то, что они пласят налоги. Но они вернули этих детей в Украину, обратно? Да, три тысячи. Три тысячи. Да, это стоит того, что они ходят по большим чиновникам, большим генералам. Рассказывают, что это их генералов, благое дело, их чиновникам, благое дело. Вы это сделаете, пожалуйста. Не знаю, не знаю. Не знаю. Мне очень хочется сказать, нельзя сотрудничать с властью. Нельзя. Нельзя этого делать. А вот три тысячи детей. Нельзя сотрудничать с властью. Нельзя стоять в очереди в инкоматах. Нельзя сдавать своих сотрудников, которые могут пойти на войну. Но они же их, в общем, пытаются отмазать. Они пытаются сделать им бронь. Но они при этом сдают, что они есть. Слушайте, я никогда не думала, что война – это так сложно. Мне казалось, слушайте, я еще, который вырос на легендах о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Вот ЗОД, вот Абразора, вот Александр Матросов, да, вот все просто. Вот фашисты, а вот мы, мы вместе все, да. Вот добро, вот зло. А все сложнее, черт возьми. Не знаю. Я думаю, что вот этот вопрос о призыве… Конечно, нарратив один, не ходите в военкомат, убегайте от войны, не ходите на войну, не берите в руки оружие, не ходите в Украину. Это безусловно. Если вдруг вы, в конце концов, поставлены в такую ситуацию, что вы берете в руки оружие, вы идете на войну в Украину, скачивайте скорее бот, хочу жить, идите, сдавайтесь в плен. И, дорогие жены, мы видели с вами на прошлой неделе потрясающий пример, замечательный, как одна жена приехала в Украину за своим мужем. Это очень хорошо, это правильно. Она не может вернуться обратно в Россию. Она со своим. Мне кажется, это очень хороший пример. Мне кажется, какой-то идеальный вариант. Если уж вы никак не можете отвертеться, тогда хочу жить, когда сдавайтесь в плен. А вы, девочки, встречайте за своим. Украинцы вас не расстреляют. Украинцы вас не будут гнобить. Украинцы скажут, хорошо, что ты приехала и будешь за своим смотреть, хорошо, что он никого не убил, а вовремя сдался в плен. Но лучше, конечно, вообще не ходить. По-прежнему очень трудно, очень трудно, конечно, очень хлопотно. Но можно уехать. Есть куча организаций, которые российских, не российских, которые помогают это делать. Идите лесом, например, прекрасная организация. Вот пишите туда. Главное, не берите в руки оружие. Не ходите воевать. Ну да, потому что, в принципе, путь тут один. Знаете, если возвращаясь к тому, что вы говорили по поводу компромиссов, мне кажется, что пока есть эта власть в России, но вот будет вот так и по-другому не будет. Будут либо идти сдавать своих, либо идти на компромисс. Ну, в лучшем случае уезжать и начинать новую жизнь, если это станет возможно. И тут вот назревает вопрос, как долго ещё этот риторический вопрос. Я знаю, да, и мы часто его задаём, и в эфирах, и здесь. Но вот если назревает, вот если уже идут, стоят очереди военкомата, кто-то просто сдаёт своих сотрудников, кто-то, возможно, выбивает им бронь, кто-то ещё что-то, не знаю. Но ведь как долго будет вот это зреть? Ведь так называемый мятеж Пригожина показал, что никто не выйдет за власть на улицу. Ну, никто. То есть будут с цветами встречать даже тот, который освобождал, того, кто освобождал уголовников и выпускал их, грубо говоря, на волю. То есть, ну, как долго вот этот нарыв, он будет зреть и созреет ли вообще? Или будут вот так покорно стоять в военкоматах, идти на компромиссы, искать где-то чего-то. Но покорно, в принципе, делать и это продолжать. Ну, по большому счёту, ведь ища компромисс, ну, вот вы же правы абсолютно, что этот компромисс – это такая себе история. Вы знаете, раз в месяц мы вот на канале, на нашем канале, который называется «Марашин Райтс», это было название, думаю, задолго до войны, сейчас бы так никогда в жизни не назвала, будет, конечно, не такой канал. Мы делаем такой боевой листок, делаем сводки протестов по России вот за месяц. И когда я смотрю эти сводки за месяц, я думаю, боже мой, а как же так? Ведь повсеместно в России идут протесты. Но они, знаете какие, они невидимые. Люди пишут на листиках, о павших деревьях нет войны. Люди пишут на камнях. Какие-то объявления на остановках. Ну, то есть, с одной стороны, протестов много. И вот были так называемые выборы, конечно, которые не выборы ни одной секунды, в первой декаде сентября. Даже не могу назвать дату, потому что они такие были расплывчатые. И знаете, сколько людей написали на бюллетене? И про Путина, и про войну, и про мир в Украине, и вот про все. И кто-то их собирает, эти бюллетени, он их фотографирует. Я поняла, что далеко не все попали они. Но таких людей много, много. Мы их очень мало видим. Они не смеют поднять голос. Я вам скажу про другое. Люди, которые даже пишут что-то, это действие, которое подпадает под уголовную статью. А есть очень много россиян, которые делают вещи, которые пока, слава богу, не подпадают под уголовную статью. А именно, вы знаете, я не могу назвать, я очень опасаюсь об этом говорить всегда, я не могу назвать ни одного имени, ни одной организации. Ничего не могу сказать. Но ведь люди, которые, например, из Алэшек попадают в Польшу, или в Германию, или куда-то еще, они проходят через Россию. И они проходят через очень-очень много рук. Волонтеров, которые, может быть, никогда не выходят на протест. Я просто очень много встречаю людей, встречаю в Германии, встречаю в Польше, которые прошли через десятки рук. Россиян. Которые их так вот передают, и вот потихонечку вывозят. Я знаю, что о них вообще нельзя говорить. Просто чтобы им не мешать. Но они есть. Это тоже такой протест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова